Прекратите бороться. 12 апреля 1993 года. Запись начинается не с самого начала. Неужели вы думали, что сможете избавиться от меня так легко? И этого никогда не случится. Я нахожусь здесь для того, чтобы преследовать вас вечно. Когда вы смотрите на какую-то ситуацию, никогда не оценивайте ее. В течение многих лет вам промывали мозги и программировали ваш ум так, чтобы вы оценивали то, что видите. Вы не сможете сделать этого. Это происходит от ложного воображения. Вы смотрите и решаете, что правильно, а что нет. Что должно быть сделано, а что нет. Вы смотрите, что происходит. Все это ложные суждения. Я говорю, что на самом деле никогда ничего ни с кем не происходит. Чем бы это ни казалось, это ложь. Никто не родился, никто не умирает. Потому что никто никогда не существовал. Я знаю, что в эти слова сложно поверить. Когда вы смотрите вокруг, то видите, что в этом мире с людьми происходят очень нехорошие вещи. Вы чувствуете это. Вы слышите или видите, как повсюду убивают животных. Однако кто чувствует это? Для кого это происходит? Это на самом деле очень важно. Кто чувствует эти вещи? Вы — это вечное, истинное Я, чистое сознание. И это ваша истинная природа. Как может что-то происходить с сознанием или с Богом? Некоторые из вас любят слово «Бог», ибо вы воспитаны так, чтобы верить в то, что где-то на небе есть Бог, который что-то делает, что в этом он не делал. Как может этот Бог, это сознание, приносить в этот мир правильные действия? Для этого просто нет места. Ибо сознание — это все, что есть. Нет ничего другого. И вы есть то. Другими словами, вы — это одно, которое всегда было и всегда будет. Которое существовало всегда. Вы есть это чистое осознавание. Это безграничное пространство, которое знает только истинное Я и ничего другого. Истинное Я есть блаженство. Всегда знайте это. Ловите себя, когда видите, будто что-то неправильно. Вы должны видеть только добро, только совершенство, только любовь и покой. Откажитесь признавать что-либо другое. Жизнь на этом земном плане оказывается очень короткой. То, что вы называете вашей жизнью, в масштабах вечности всего лишь секунды. Другими словами, вы сегодня здесь, а завтра вас уже нет. Вот как это видится. Но еще раз. Что сегодня здесь и чего завтра уже нет? Это то, что с самого начала никогда не существовало. Вот что сегодня здесь, а завтра его уже нет. Потому что на самом деле нет никаких завтра и сегодня. Ничего нет. Как может быть что-то плохое вы ничем? Я знаю, что некоторые из вас не верят, что вы это ничто. Вы думаете, что вы это что-то. Но если бы вы были в состоянии по-настоящему видеть, чем на самом деле является ваше тело, то казалось бы, что это сплошное пространство. Ваше тело сделано из пространства. Только в каких-то местах кружится немного пыли. Вы сделаны из ничего. Но вы не верите мне. Вы думаете, что вы это что-то. Но вы это ничто. Нуль. Пустота. Если вы начинаете понимать, что вы это пустота, то становитесь свободными. Другими словами, вы становитесь свободными в той же мере, в какой вы чувствуете, что вы это ничто, что вы это пустота. Чувствуете ли вы, что свободны? Вы можете чувствовать себя свободными только тогда, когда в вашем уме ничего не происходит. До тех пор, пока вы позволяете себе думать, вы никогда не будете чувствовать свободу. Вы не сможете почувствовать свободу. Потому что мысли становятся вещами. Если ум активен, он начинает что-то творить в мире, и он создает самые разные вещи. Но, как мы все знаем, все постоянно неизменно меняется. Поэтому мы духовно растем. Мы больше не используем ум для того, чтобы он что-то создавал для нас. Мы используем ум для того, чтобы уничтожить ум. Когда ум уничтожен, тогда то, что является молчаливым свидетелем самого себя, становится вами. Другими словами, то, что находится за пределами всех явлений, это вы, ваше истинное я. Вы есть этот свидетель, наблюдатель. Это вы и никто иной. Вы должны стать бесстрашными. Вы должны наблюдать вещи, не наблюдая их. Как вы наблюдаете вещи, не наблюдая их? Вы смотрите, вы видите, вы касаетесь, вы ощущаете, вы чувствуете запах, но никак не реагируете. Так же, как вы смотрите кинофильм. Вы наблюдаете кинофильм, вы смотрите его, но что-то внутри говорит вам, что вы это не фильм. Но вы по-прежнему смотрите фильм. Вы наслаждаетесь им, вы плачете и смеетесь над тем, что происходит в фильме. Но вы это не фильм. То же самое и с жизнью. Наблюдайте, как разворачивается жизнь. Смотрите, как жизнь делает свое дело. Иногда она что-то делает, но вам нужно это только наблюдать. Никогда не теряйте себя в ситуациях материального мира. Никогда не позволяйте относительному миру диктовать вам, заставлять вас думать, будто что-то так, а что-то эдак. Никогда не пугайтесь мира и его проявлений. Это все сновидения и галлюцинации. Но вы должны сами испытать это переживание. Вы сами переживаете это, сдавая все истинному «я» или практикуя самоисследование. Некоторые люди могут легко сдаться и отпустить все. Сдача приводит к самоисследованию. Если в своем уме вы сдаете все, то что-то автоматически отвечает вам. Что-то внутри говорит вам. Кто сдает это? Когда вы сдаетесь, это приходит само собой. Это случится само по себе. Не бойтесь отпустить. Вы никогда не останетесь одиноки. Вселенная – это ваш друг. Если вы вначале сделаете вашу часть работы, то она всегда будет заботиться о вас. Ваша работа заключается в том, чтобы сдать все и позволить Вселенной позаботиться о вас. Это похоже на историю о человеке, который подошел к пещере и почувствовал, что из пещеры струится прекрасный ветер. Он хотел найти источник этого прекрасного ветра. Это был толстяк, который весил около четырех сотен фунтов. А лаз в эту пещеру был очень узким, и человек не мог пролезть туда. Но он был так очарован ароматом этого ветра, что ему было просто необходимо найти его источник. И вот он сел на диету, стал меньше есть. Он сбросил вес, но все еще не мог протиснуться в пещеру. И вот он отдал все. Он отдал свою работу, свой дом, свою семью. Единственной мыслью в его голове было «Я должен найти этот ветер, который так замечательно пахнет и ощущается». Он вообще перестал есть. Он был полон решимости найти то место, откуда исходил этот ветер. В конце концов он превратился практически в скелет и попытался пролезть в пещеру. Но ему удалось просунуть в отверстие только голову. Само же его тело застряло, так что он не мог ни пролезть внутрь, ни выбраться наружу. Наконец он сдался. Он сказал «Я сделал все, что мог. Больше я ничего не могу сделать». И тогда истинный «Я» протащило его через отверстие, и он стал самореализованным. Реализовавшим истинный «Я». Для нас эта история означает следующее. Когда мы прекращаем бороться изо всех сил, прекращаем пытаться что-то изменить, прекращаем пытаться сделать так, чтобы что-то произошло, когда мы отпускаем и полагаемся на Бога, на сознание, на абсолютную реальность, тогда Бог протащит вас и через окольное ушко. Другими словами, вы станете самореализованными. Но до тех пор, пока вы полагаетесь на человека, место или вещи, то сражаетесь в одиночку. Поэтому истинная духовность не для всех. Потому что большинство людей не готово отпустить все. Эти люди по-прежнему хотят держаться за вещи. Поэтому они втягиваются в духовность, и это очищает их. Они начинают практиковать различные виды медитации, пранаяму, кундалини и тантру, не понимая, что все эти вещи исходят из ума. Все это умственные вещи, и они никогда не приведут вас к самореализации. Они только увеличат ваше эго. Поэтому истинная духовная жизнь очень легка. Вы просто должны сдаться, отпустить все. Примите прибежище в Будде, в истинном Я, в сознании. Называйте это как хотите. Все это только имена. Вы принимаете прибежище в этом за счет того, что не позволяете миру заставлять вас что-то чувствовать. До тех пор, пока этот мир заставляет вас чувствовать что-то хорошее или плохое, вы мирской человек, и вам придется сражаться. Но если ни хорошее, ни плохое не производят на вас впечатления, то вы свободны. Только вы можете сделать этот выбор. Вы можете сделать этот выбор. Не начинайте искать реальность только тогда, когда в вашей жизни возникают трудности. Существует очень много людей, которые ищут истину только тогда, когда они болеют, разорены, когда мир сводит их с ума, когда они находятся в депрессии. Только тогда они ищут истину. Если они получают то, чего хотят, то забывают об этом. Они выходят из этого и прекрасно проводят время. Но помните, что все, как всегда, изменится. А в этой жизни вы так много провели времени в вашем так называемом теле, что вас могут вскоре вновь призвать. И вам придется оставить ваше тело завтра, на следующей неделе, в следующем месяце. Вы никак не сможете узнать, когда это случится. Где вы окажетесь, когда лишитесь тела? Вы будете чувствовать себя голыми. Вы будете чувствовать себя потерянными. Таким образом, вы подхватываете следующее тело, в которое вы входите и с которым становитесь связаны. И из-за того, что вы привязаны к миру его проявлениям, вы проходите через много-много тел. Таким образом, секрет пробуждения заключается в том, чтобы отпустить все. Отпустить, бросить все. Все ваши надуманные идеи, все ваши догмы, все ваши ритуалы, все, за что вы держались. Бросить все это и быть свободными. Не держитесь ни за что. Всегда исследуйте ваш ум. Чтобы ваш ум не говорил вам, спрашивайте, кто испытывает это? Кому это приходит? Ко мне. Кто я? Кто это я, который переживает эти вещи? Всегда работайте над собой. Не забывайте делать это каждый день. Ловите себя каждый день. Лучше начинать, когда вы встаете утром. Если вы начнете ловить себя с утра, то вы будете ловить себя на протяжении всего дня. Когда я говорю ловить себя, я имею в виду ловить себя, когда вы думаете. Ловить себя, когда вы реагируете и выносите суждения. Вы найдете реальность только в безмолвии. Самоисследование приводит к безмолвию. Сдачи приводят к безмолвию. Будьте спокойны и знайте, что я есть Бог. Я никогда не оставлю тебя. Я никогда не покину тебя. В этом случае я – это сознание, абсолютная реальность. Я есть то, я есть. Это единственное прибежище, которое у вас есть. Вы не можете принять прибежище в этом мире, потому что он меняется. Это мир двойственности. Вы можете принять прибежище только в истинном я. В я, в я есть. Не бойтесь, это я. Я – это ваш отец, ваша мать, ваш брат, ваша сестра, ваш друг. Я – это истинное я. Для того, чтобы найти это я, вы должны вернуть маленькое я из вашего мозга в ваше сердце, которое находится на правой стороне груди. Именно на правой стороне груди находится ваш духовный сердечный центр. Если вы сможете проследить за ним утром, то на это требуется доля секунды. Когда вы спите, тогда я возвращается в сердечный центр и там отдыхает. В это время, пока вы не осознаете этот мир, вы находитесь в глубоком сне. Как только вы просыпаетесь, я за долю секунды попадает обратно в мозг. Так вы осознаете, что вы – это тело, что есть мир, люди, места и вещи. Именно я-мысль заставляет вас осознавать это. Таким образом, секрет заключается в том, чтобы заставить я вернуться в сердце тогда, когда вы просыпаетесь, когда вы бодрствуете, когда вы находитесь в бодрствующем состоянии. Вот почему это называется самореализацией. Когда я-мысль пребывает в сердце, тогда вы выходите за пределы явлений. У среднего человека я по-прежнему остается в мозге и заставляет вас верить, что вы представляете собой феномен тела ума. Попробуйте поймать себя завтра утром. Как только вы открываете глаза, еще до того, как у вас есть возможность подумать, наблюдайте, как я мчится из сердечного центра в головной мозг. Вы можете также ловить его, когда ложитесь спать, как раз перед тем, как заснуть. Вы становитесь очень спокойными, не так ли? Вы забываете о своих проблемах, о мире. Вы глубоко засыпаете. Но причина, по которой вы забываете об этих вещах, заключается в том, что когда вы спите, ваше «я» мчится из мозга в ваше сердце. Если бы этого не произошло, то вы беспокоились бы не только весь день, но и всю ночь во время сна. Мирские проблемы не оставляли бы вас даже во время сна. Таким образом, единственная причина, по которой мир оставляет вас, заключается в том, что «я» мысль принимает прибежище в сердце. Следуйте за «я» мыслью, смотрите, куда она идет, что она делает. Если вы будете делать это, то в ближайшее время вы обнаружите, что «я» мысли никогда не было. Существует только истинное «я», и вы есть то. Покой. Не стесняйтесь, можете задавать любые вопросы. Не стесняйтесь, можете что-то сказать, можете сказать все, что угодно. Роберт, вы сказали, что не нужно бояться смерти. Насколько я понимаю истину, то она состоит в том, что меня не волнует, встанет ли это тело с этого стула. И это истина в том виде, в котором она мне известна. Однажды в субботу я выполнял самоисследование, и случилось следующее. Когда ко мне приходили мысли, и я спрашивал, к кому это приходит, я не мог сказать «ко мне». Потому что нет никакого личного «я», у которого есть мысли или нет мыслей. Так что я вновь повторяю и спрашиваю, что является источником этих мыслей, или что является источником «я» мысли. Каков источник мысли? А иногда я спрашиваю, ну, существует ли я, у которого есть мысли? И тогда я выполняю самоисследование вида «кто я?». Часто я не могу идти этим путем, потому что нет «я». Тогда я делаю вид, что «я» действительно существует. И тогда я спрашиваю, кто я. И я как бы сижу на двух стульях, или даже между ними. Теперь у меня есть выбор, куда двигаться дальше. На самом деле это не имеет значения. «Если бы вы сдали ваше тело прямо сейчас, то это и было бы самым первым способом избавиться от него. Поэтому мы должны сжечь его в камине. Это нормально, но Генри это не понравится. От этого было бы много неприятностей. Это не моя проблема. Но это ваше тело. Ну и что? Нам не нужно никакого тела в этом доме. Слово, которое приходит на ум, это ливерная колбаса. Все хорошо, Фред. Вы выполняете правильную практику. Это хорошая практика. Продолжайте практиковать так, как вы это делаете. Когда человек наблюдает и находится в своем Высшем Я, он достигает просветления. Можете ли вы объяснить, какая концепция у Бодхисаттвы по поводу просветления? Бодхисаттва не станет просветленным, пока весь мир не станет просветленным. Он отказался от полного просветления. Так что все еще есть ум, который делает эти вещи. Если ум полностью разрушен, то Бодхисаттва не существует. Бодхисаттва – это часть ума. Так что эта концепция также должна уйти. Каждая идея, каждое верование, каждая концепция – все это должно уйти. Для достижения полного освобождения все духовные учителя тоже должны уйти. Не может остаться даже намека на духовное учение. Хотя в начале духовные учения были важны, потому что они привели вас туда, где вы сейчас находитесь. Таким образом, вы понимаете, что должны избавиться от них. Это звучит достаточно странно. Многие люди в течение многих лет практикуют самые разные духовные садханы, но в конце концов от всего этого нужно отказаться. Но средний человек не должен бросать эти практики, потому что средний человек должен сначала добраться до того места, где он может отказаться от них. вы можете отказаться от них, потому что вы уже делали их. Но если вы никогда не делали этих садхан, то вам нечего отказываться. Поэтому важно все. Важно стать бодхисатвой. Как только вы достигаете этой стадии, то должны отказаться от этого. Когда больше не остается ничего, за что можно было выдержаться, вы больше не можете полагаться на Будду. Никто не достигнет санхи, не обретет в ней опору и не примет прибежище в ней. Вы должны дойти до той стадии, на которой уже негде принять прибежище. Уничтожайте все на пути. Все должно уйти. Тогда реальность придет сама собой. Но до тех пор, пока вы остаетесь верными какому-то духовному учению, у вас будут эти чувства. Возможно, иногда у вас будет ощущение блаженства, но вы не сможете стать свободными. Для того, чтобы достичь мокши освобождения, все учения должны уйти. Даже самоисследование – все должно уйти. Самоисследование – это способ для того, чтобы добраться до той стадии, когда вы сможете отказаться от него. Если вернуться к вашей аналогии с пещерой, то как бы вы описали то, что находится внутри пещеры? Внутри пещеры? Да. Реальность. Самореализация. Но этот человек не мог пролезть внутрь, потому что он не сдался. Потому что он пытался сделать это самостоятельно. При полной сдаче истинный Я подтолкнет вас в ваш сердечный центр. Пещеры – это сердечный центр, духовное сердце, которое расположено на правой стороне груди. Вы не можете сами войти в него. Вы можете дойти только до определенного места. Но когда вы становитесь полностью непривязанными, когда вы прекращаете использовать эго для того, чтобы что-то получить или что-то сделать, когда вы просто каким-то образом, целиком и полностью сдаете себя, тогда истинный Я хватает вас и тянет в сердце. И вы становитесь свободными. Таким образом, пещеры – это аналогия, подразумевающая сердце. При достижении освобождения, какова взаимосвязь между милостью и прилагаемыми усилиями? Милость и усилие – понемногу и того и другого. И того и другого! Вначале вы используете усилие. Практикуя самоисследование, практикуя сдачу, вы заходите достаточно далеко. И тогда начинает преобладать милость. Милость – это еще один термин для обозначения истинного Я. Истинное Я – это милость. И оно просто втягивает вас. Но милость приходит только тогда, когда вы прилагаете усилие. Это в каком-то смысле противоречие. Вся духовность состоит из противоречий. Вы должны приложить усилия, и вы должны отказаться от усилий. Вот почему Адва это действительно предназначено для людей, которые имели духовные переживания и в течение многих лет практиковали садхану в прошлых жизнях. Они находятся на той стадии, когда приходит милость. Но если вы все еще не в ладу с миром, если вы все еще не в ладу с самими собой, если у вас все еще есть личные проблемы, если вы все еще думаете, что ваше тело важно, что ваши дела имеют значение, что важно то и важно это, то практически невозможно обрести милость, потому что вы слишком поглощены эго. Милость не может прийти, если вы все еще обеспокоены тем, что произойдет с вами завтра, или тем, что вы не будете счастливы, пока не сделаете то ли не сделаете это. Милость приходит только тогда, когда вы отказываетесь от всего, когда у вас ко всему сформировалось беззаботное, так сказать, отношение, да будет не моя воля, но твоя, когда вы сдаете свою личную волю, свою личную силу. Но это не слабость, в этом есть сила. Не думайте, что вы станете слабыми или пассивными. Нет, с вами этого не произойдет. Вы становитесь очень сильными. Мир больше не способен причинить вам вред. Больше нет страха. Вы понимаете, кто вы и что вы. И вы пребываете в ладу самими собой и со всеми остальными. Таким образом, милость и истина и я – это одно. Что делает вас учителем, когда вы становитесь просветленным? Что делает вас учителем? Это хороший вопрос. Джняни или мудрец становится учителем, не имея желания быть учителем. Что касается меня, то я никогда не хотел быть учителем. Так происходит само собой. Куда я не попадаю, вокруг меня по каким-то причинам собираются люди. Я никогда не посылал за ними, я никогда не просил их ни о чем. Они просто приходят. Я не думаю об этом, я несу всякую бессмыслицу. Могли бы вы назвать это высоким безразличием? Простите. Могли бы вы назвать это высоким безразличием? Назвать это как? Высоким безразличием. Высоким безразличием. Высоким безразличием. О, высоким безразличием. Да, если хотите, можете называть это так. Называйте это как вам угодно. Смех. На самом деле обучают очень немногие джняни, реальные джняни-мудрецы. Это делают только некоторые из них для того, чтобы поддержать равновесие, чтобы дать нужным людям понять, что они находятся на правильном пути. Но это происходит естественным образом, само по себе. В этом нет никаких усилий. Другими словами, они не пытаются создать большое движение. Если бы я давал рекламу и писал книги, если бы я выступал по телевидению или радио, если бы я проводил семинары, то вы могли бы знать, что тут что-то не так. Но я не делаю абсолютно ничего. Но это же ваша непривязанность. Вы все еще делаете эти вещи, но это ваша непривязанность к жизни. Вы можете сказать и так. Вы можете сказать все, что вам угодно. Ученики смеются. Несколько человек говорили мне, что у них есть проблема с Адвайтовидантой. Какая проблема? Проблема заключается в том, что они пытаются убедить себя, что да, это всего лишь сновидение, это иллюзия. Но на самом деле они по-прежнему испытывают переживание тревоги, беспокойства, гнева и тому подобных вещей. Так что получается своего рода раздвоение. На уровне интеллекта мы пытаемся сказать себе, что все это лишь сновидение, в то время как на самом деле мы переживаем беспокойство и тревогу. Да, конечно, и вы до сих пор страдаете. Получается, что слова, которые вы говорите, не имеют никакого значения. Слова, которые вы говорите, не выходят за пределы слов и мыслей. Когда вы прекращаете говорить, тогда вы пребываете в покое. Когда вы прекращаете говорить, что это сновидение. Чем меньше вы говорите, тем лучше. Тогда вы становитесь спокойными и идете глубоко внутрь. Идете все глубже и глубже внутрь. Когда вы погрузитесь глубже, чем когда-либо раньше, тогда что-то коснется вас и уничтожит ваше эго. Таким образом, слова, которые вы говорите, не имеют значения. Ваш интеллект не имеет значения. Будьте спокойны. Практикуйте самоисследование, но пусть у вас не будет никаких мотивов или причин для того, чтобы практиковать его. Просто делайте это. Не думайте об этом. Не думайте о том, что оно приведет вас куда-то или что-то сделает для вас. Не думайте о том, что произойдет. Просто пребывайте в покое, и все будет происходить само собой. Хорошо знать, что это все сновидение. Но если вы говорите, что страдаете, то как же это может быть сном? Так что если вы страдаете от гнева и беспокойства, то вы должны работать с этими вещами и вопрошать, кому это приходит. Кто испытывает эти вещи? Я. Что является источником Я? Откуда берется Я? Кто переживает эти вещи? И вы отделяете себя от Я, от маленького Я. И вы понимаете, что именно Я проходит через все это, а не вы. Я – это не Я. И вы молчите. И все само позаботится о себе. Мэри, вы почитаете нам Джиняне? Да, Роберт. Для Джиняне, реализовавшего идентичность его внутреннего существа, бесконечному Брахману, нет ни перерождения, ни перемещения, ни освобождения. Он вне всего этого. Он твердо установлен в его собственной истинной природе, абсолютном существовании знаний и блаженствы. Дальнейшее существование тела и мира представляется Джиняне иллюзией, которую он не может устранить, но которые больше не вводят его в заблуждение. После смерти этого тела, так же, как в жизни, он остается там и тем, где и чем он вечно пребывает. Первым принципом всех существ и вещей. Бесформенным, безымянным, незагрязненным, безвременным, безразмерным и совершенно свободным. Смерть не может затронуть его. Страсти не мучают его. Грехи не пачкают его. Он свободен от всех желаний и страданий. Он видит бесконечное истинное «Я» во всем и все в бесконечном истинном «Я», являющемся его бытием. Джиняне исповедуют свой опыт таким образом. «Я» – бесконечный, нетленный, самосветящийся, самосуществующий. У меня нет начала и конца. Я нерожденный, бессмертный, неизменный и неразрушимый. Я пронизываю и глубоко проникаю во все вещи. В бесчисленных вселенных мыслей и творения «Я один есть». Спасибо, Мэри. У нас есть какие-то объявления? Как сдаться? Вот так, что вы и делаете сейчас, пребывая в безмолвии, не обращая никакого внимания на свои мысли. вот как вы делаете это. Так же, как вы делаете это сейчас. Видите, вы делаете это. Делайте это каждый день. Каждый день вы должны сами сидеть полчаса утром и полчаса вечером. Не медитируйте больше, чем по полчаса. Сидите в одиночестве и наблюдайте свои мысли, так же, как вы делаете это сейчас. Не реагируйте на них. Не реагируйте на мысли. Что бы ни приходило вам на ум, никогда не реагируйте на это. Просто смотрите, улыбайтесь, и вы будете сдаваться. Если приходят мысли, если мысли приходят к вам, но вы больше не обращаете на них внимания, если они не беспокоят вас, то это и есть сдача. Следующая мысль приходит к вам, но вы не обращаете на нее внимания. Она не пугает вас, она не делает вас счастливыми, она не делает вас грустными. Вы просто наблюдаете ее, и она уходит. Вы сдаете эту мысль. Вы продолжаете и продолжаете делать это, и ваш ум становится все спокойнее и спокойнее, все тише и тише. И так до тех пор, пока ум не растворится в сердце, и вы не станете свободными. Вот как вы это делаете. Субтитры сделал DimaTorzok